Вчастие, а в подарок отказал лишь 800 тысяч сестерциев. Возвращение, друзья мои. А Тиберий, его дядя, в ответ на его просьбы о должности, предоставил ему только знаки консульского достоинства. Когда же тот упорствовал, требуя настоящей должности, Тиберий коротко написал, что уже послал ему 40 золотых на Сатурналии и Сигеларии. Тогда лишь он оставил всякую надежду на возвышение и удалился от всяких дел, укрываясь то в садах и загородном доме, то на Кампанской вилле. Вот так, друзья, это такая вот атмосфера. Я эту великую аудиокнигу скачал на Литресе, да, еще в благословенные ковидные годы. Ну, я же езжу постоянно в Мариэл, и чтобы 800 километров, пока я еду, не только в самодовольстве слушать рок-н-ролл или просто тупо смотреть в трассу, но еще и образовываться. И это, ребята, первый источник. Я уже рассказывал неоднократно. Это Гай Свитоний Транквилл. Жизнь 12-ти Цезарей. И я уже многократно слушал. Я не могу сказать, что я шибко что-то усвоил. По сути, мне это нравится именно атмосфера учености, то, как читает. Опять же, атмосфера. Атмосфера — это, в принципе, надо признать, что это, в общем-то, все, что нам нужно. Именно не сами какие-то факты, не какие-то там достижения, а либо какое-то место, где тебе просто хорошо. Человек, с которым тебе просто хорошо. Ну, главным образом, конечно, человек. Главным образом вот так. Ну, а если этого человека нету по каким-то причинам, там он ничего знает, куда делся. Ну, у нас же дурь царствует. Еще раз говорю, что... Белевин. Замечательный. Он уже написал, что не все... Не масонская ложа, а вселенская лажа. Возможно, я плохо произнес сейчас букву «Л». Потому что она у меня звучит иногда как «В». Прошу меня простить. Тебе от меня детей не рожать, поэтому к логопеду я не пойду. Куда меня посылала моя прекрасная подруга в моей академической юности. В общем, короче... Про что я говорю, что у меня мысли теряются. Мысли теряется, что вот... Все, что я тебе показываю, вот моя исследовательская станция, значит, у меня дома моя капсула времени, это в этом самом... Мы на Братиславской зимней штаб-квартире. Это вот весь уют, атмосфера, которую я смог сам создать. Я уже многократно говорю, что я заметил, во всяком случае, я такого не встречал, у других вариантов, я заметил, что женщина именно создает атмосферу. Вот пока женщина здесь, и... И мама звонит. Сейчас, секунду. Да, я уже еду, еду. Сейчас, наверное, минуту полчаса осталось. В общем, продолжаем, да. Поэтому... Если, как говорится, дама не с тобой, то советую тебе как-то вот так вот оборудовать себе такую берлогу, вроде как у меня. Ну, у меня исследовательская станция, это, конечно, космос. Это абсолютная космическая станция, на которой я, как говорится, в окружении всех своих нужных предметов, всех своих нужных притираний, лекарств. Плюс к этому еще говорю, что преимущество в чем? Преимущество в том, что люк в полу, вход через люк в полу, и так просто к тебе никто не заглядывает. Потому что вот... Опять же, в зимней штаб-квартире, поскольку это обычная комната в квартире, то сразу открываешь дверь, и распахивается дверь, и сразу ты на всеобщем обозрении. А у меня мало того, что люк в полу, да еще он открывается в мою сторону, в сторону всей комнаты. То есть в щелку заглянуть не удается. То есть нужно его распахнуть полностью, подняться еще по лестнице, чтобы заглянуть. Да и, в принципе, когда... Это чистая психология уже, когда вход через люк, то уже нет такого желания каждую секунду заглядывать. Ладно, сейчас вот я сами слышали, сказал, что через полчаса буду, и это... Ну, думал, конечно, может, в отстойник еще подстоять. Люблю я это делать, свой отстойник. Ну, заедем в отстойник на... Какое-то на несколько минут. Вот. Может быть, даже... Ну, я, может, все видео на закачку установлю, я не знаю. Да не, может, не буду. А-а-а, я забыл. Вот куда мне надо заехать. Мне же, блин, надо заехать, купить себе этот томатный сок великий, как сказал великий Куплинов, пить томатный сок. Вот как только он это сказал, так сразу я его и начал пить. Я уже рассказывал про это неоднократно, что не мог пить томаты. Сок, вот я тебе тоже советую, перестройся. Вот великий Куплинов нам сказал, все, мы должны это делать. Куплинов гений, да. Это... монстр. Поэтому... Но вот мой... Первоначальный, еще раз говорю, первоначальный геймерский канал, это русгеймтактикс. Это вот то, на что я как бы с первоначальной ориентируюсь. Ну, как ориентируюсь? Так же, как и Алекс Брежнев, я не могу сказать, что прям вот... Я же не копирую ничего. А... Ну... Хочется иногда ему подражать. Подражать хочется. Допустим, вот это... Алекса Брежнева. Ё-моё, постоянное. Вот это и потом... Все его словечки. Ну, Алекс Брежнев, это очень талантливый мужик. И истинный, прекрасный блокер. Ну, у меня другие методы. Во-первых, я считаю, что это должен быть такой лютейший лайфстайл без всяких купюр. Вот. Без монтажа. Пускай там будут какие-то... Как мне написали хорошее слово, что душные моменты. Пускай, может быть, там... Где-то даже какие-то провисания, молчания, но чтобы это вот было вот такое вот без купюр. Потому что лично мне это всегда не хватало самому. Мне все время... Я вот это даже и в литературных произведениях не люблю. Вот мне все время интересует вопрос, а что тут осталось за кадром? А как автор думал? А какие у него были черновики? Вот это я бы хотел читать книгу со всеми черновиками. Может быть, конечно, иногда бы это мешало художественному восприятию. Но все-таки... Я думаю, что так. Вот. Смысл жизни идет. Зенсино, Зенсино, Зенсино. Да. Да жизнь трусна, безысходна. Поэтому я говорю, что каждый из нас должен как-то, я не знаю, из самого себя, как уж это происходит, создавать себе почву под ногами. Вот чего. Сейчас вот у меня что-то пришло в голову у Куваев территория. Легендарная книжка великая. Я ее так и не дочитал. Надо будет дочитать. И Жозеф Шеридан, Лев Аню. Дома кладбища. Вот я тебе говорю. Ну, желательно, купи в бумажном виде, потому что я... Сейчас я всеми руками за интернет, за все электронное, виртуальное. Наша сама жизнь виртуальна. Но вот в книге, мне кажется, это очень важно именно, что твой контакт с самими страницами. Понимаешь? В чем дело? Вот. Так, сколько у нас времени? Вот у нас дата-время. Все, теперь ты знаешь. Все. Ну, я думаю, что сейчас заеду я в отстойник. Немножко. Поставлю там все видео закачиваться. Слушай, может, даже запишу. Немножко левоперутся. Да, наверное, слушай. Ладно, давай. Двигаемся. Здесь карнавал. Мы здесь проводили чудесную зиму. В общем. И... Да, мой оптимизм не исчерпаем, друзья мои. Мне кажется, что при кованом кровати, разлагаясь от какой-нибудь поганой болезни, я все равно останусь оптимистом. Продолжение следует... Продолжение следует...